Добрый день, дорогие друзья! У нас настоящая зима! Уже половина февраля, да? Еще полмесяца и весна, а у нас только зима пришла. Время сейчас 8 час. Ну, где-то без 28, вот так вот. Дети идут вот там по аллее. Там вот много-много людей идет. Слышно вам, как метет? Аж окна трясутся, дребезжат. Представляете, что творится? Я сегодня просыпалась несколько раз. У меня же в одном месте там свистит. И все же как бы планировала, когда буду балкон ремонтировать, сделаю. А балкон и ныне там, поэтому... В общем, есть, когда ветер сильный, небольшой дискомфорт. У меня где-то свистит вот здесь в углу. Я уже и затыкала, и что только не делала. Видите, все бесполезно. Я поставила себе кашку. Все с пакетиков. Еще пакетики есть у меня. Здесь вчера готовила. В общем, в итоге я приготовила себе вот такое мяско. Ну, я его отбила на сковороде, обжарила с луком и все. Гарнирчик такой вот. Ну что, больная голова рукам покоя не дает? А я не могу. Причем целенаправленно сняла спицы. Вернее, взяла эти спицы. Эти сняла. Я вяжу второй рукав. Набор сделала, вчера показывала. И меньшие спицы размером одела на второй рукав, который уже, ну, как бы отвязан. И я понимаю, что там все нормально. И взяла другие спицы. Вяжу и понимаю, что здесь-то я вязала поворотными рядами, да, укороченными. На спицах меньше. А потом перешла на большие. А здесь я начала вязать. Большими, естественно, будут разные рукава. Ну, что буду перевязывать теперь? Ой, сама создаю себе работу. Десятый час. Я уже сходила в магазин. Шучу, конечно. Доставочку оформила. И это на тысячу рублей. Ну, чуть-чуть больше тысячи рублей там. Когда на тысячу берешь, бесплатная доставка. Чуть попозже покажу, что я тут накупила. Домашние дела никогда не заканчиваются. Я помыла печь. Вот. Славик у меня пропылесосил. Сейчас хочу подогреть мяско и разогреть с гречкой. Время сейчас скажу, сколько. 11.48. Ну, что-то я захотела кушать, потому что сегодня утром кашу покушала. Ну, не знаю. Вроде по идее должно быть сытно. Но почему-то мне не сытно. Оказалось. А может от того, что я двигаюсь, энергию сжигаю по квартире. Потому что ну, по стирку, по стирушке сделала. Потом что, ну, пыль повытерла, полы помыла. Вот. Ну, все как всегда. Вот я сейчас не знаю, зачем я на большой огонь включила что-то. Тесто, что ли, прилипло с дускручки. На маленький огонь надо поставить мне, чтобы это все у меня прогрелось хорошо. И салатик сделаю. И покушаю. Я же вам говорила, что покажу. что я купила. Только странно почему-то я картошку заказывала в сетке. А мне привезли в кулечках. Непонятно почему. Вот. Потому что подорожал картофель, подорожал лук. Наташа вчера говорила, что все до такой степени подорожало. Не знаю, что они мне тут наложили. Буду надеяться, что нормальная картошка. Но я уже вижу, что это не та картофель, не тот, который картофель, который в сетке был. Ну ладно, посмотрим. Ну, везде пытаются нашего брата надурить. К сожалению, ничего не поделаешь. И это получается по 29 с копейками. А та, которая на развес по 32 с копейками. Молодая по 73 аж. Вот. Поэтому я решила, думаю, прикуплю, пока еще не сильно дорого. Взяла лук тоже вот в сетке, потому что лук тоже подорожал. Лук в сетке. И вот одна сетка, вот как так можно? Я три сетки заказывала. Здесь получается в сетке а то без сетки. Ну как вот так? Ну, что теперь уже сделаешь? Может быть просто сетки порвались по этой причине. так. А я хочу еще пирожки с картошкой сделать. Вот. Поэтому еще взяла и картошки и все для пирожков. Вот такая опять капусточка. Капусточка очень хорошая. Как видите, тут уж что сказать. Ну, картошку про картошку тоже ничего пока не могу сказать, потому что я ее еще не пробовала. Может она нормальная. Ну, то, что я знаю, что я заказывала в сетке, а это не в сетке. так. и заказала яблочки. Когда выбираешь в этом приложении, в общем, не видишь же, что они из себя представляют. Вот такие яблочки. Они твердые, но я их заказала, ну, как бы выбрала здесь килограмм, как на внешний вид. нормальные для пирога. Мне очень понравился пирог, который я готовила. Вот насыпной этот. Взяла печеночная оливерная колбаска. Это я хочу для пирожков. Взяла там по скидке красная фасоль в томатном соусе. Очень мне понравилось последний раз, когда я рассказывала вам, когда кумушка приходила, я готовила на скорую руку борщ постный, потому что она не кушает мясо. И мне он понравился. Я хочу сварить опять. Взяла кефир на пирожки. Мне хочу теперь сделать опять на кефире. Так, творог взяла классический. Савушкин там тоже он шел по скидке. До какого числа тут у нас? До 7 03 9 процентов. Дрожжи купила еще. У меня что-то как-то дрожжи идут. По скидке масло слобода. Ну и хлебушек еще взяла. Вот, как я сказала, это у меня вышло на 1082. С одной стороны вроде бы так и ничего особенного, но с другой стороны как бы я если бы даже купила я бы не донесла столько. Видимо у них доставка работает таксисты, потому что каждый раз другой человек приходит. Ну и я как бы сделала такой вывод, ну может быть я неправильно говорю, а может и так и есть, как я домысливаю. такой растрепыш давно не выходила к вам лицом, но то, что я растрепыш все равно как бы сейчас я хочу вам показать кое-что, видите, какая я вся некрасивая, но болезнь, к сожалению, никого не красит, по этой причине как бы не обращайте на мой внешний вид и на то, что там внимание, я так вот чуть-чуть сдвинусь, еще не до конца навела порядки, вот, что я хочу показать, вы знаете, я же когда вчера шапку-то полезла доставать, конечно же там у меня и другие шапки, ой, что же на голове делается, ладно, и я давай мерить, частично я их раздарила, а частично у меня все равно остались шапки, и по этой причине я решила перемерить их, на большинство из этих шапок есть мастер-классы на моем канале, поэтому вы можете проходить, и если вам еще актуально, то вы можете связать, вот, поглядите, как выглядят шапки на мне, сразу оговорюсь, мне шапки не идут, тем более в ненакрашенном виде, конечно же, может, в накрашенном они по-другому будут смотреться, но я вам хочу показать фасон, значит, вот это стопроцентная шерсть, здесь видите, каким образом связан клин, завершение шапочки, вот такие три полоски, одно, если вы помните, вот я буквально недавно вязала шапку бирюзового цвета, что-то подобное, но там у меня внутри я шнур протянула, да, чтобы для устойчивости, чтобы он не раскручивался, здесь все прекрасно держится, замечательная шапочка, но я в ней не ходила, потому что давным-давно показывала, как на мне смотрятся шапки, и мне, конечно же, ни одна шапка не нравится, но, может быть, вам что-то понравится, значит, выглядит шапочка вот таким вот образом, вот, она здесь по голове, здесь, если взять, вот как-то там, и снутри, может быть, вот так вот сделать, чтобы они три эти вместе были, может быть, даже наоборот, как-то так вот тут вот раздвинуть, а внизу там собрать, вот, я имею в виду, чтобы здесь было повыше, да, здесь наоборот присобрано, вот, ну, в общем, вот таким образом выглядит шапочка это на мне, по идее, хорошая шапка, фасон тоже многим, я думаю, пойдет, просто у меня же морда круглая, морда лица, извините, что так говорю, по этой причине, но сама по себе шапочка очень хорошая, значит, как я уже сказала, мастер-класс на эту шапку есть, значит, следующая шапочка, хочу сказать, что я получила, почему, что меня сподвигло эту шапочку, ну, и вообще к шапкам залезть, найти, где они у меня лежат, ну, как бы, я знаю место, но, чтобы, это не то, что вот в открытом доступе у меня, они лежат в ящиках, в пакетах, вот, эта шапка выглядит следующим образом, так, что-то у меня тут косичка, под, под, так, что я, не так, или так, как-то мне не очень нравится, когда я у зеркала мерила, мне больше нравилось, ну, в общем, шапочка вот такого рода, значит, мне написали, что вы дурите людей, на фотографии одна шапка, ну, выглядит вот так, а вы совершенно другую шапку вяжете, ну, я вязала эту шапку, тут она что-то подогнулась у меня, может, припарить ее надо, или еще что-то, в общем, эту шапку тоже я вязала, я ее какое-то время носила, но потом, я же говорю, мне ни одна шапка не идет, такой вот симпатичный узор у нее, у этой шапочки, здесь тоже вот такая макушка, видите, симпатичная макушка, закрытие, я не помню, что это за пряжа, но пряжа толстая, по-моему, 123 метра в 100 граммах, мне ее дарили эту пряжу, честно, уже не помню, кто мне ее дарил, но, то, что дарили, это 100%, точно так же, как и вот эту, тоже пряжу мне дарили, я же говорю, я мало что покупаю сама, из пряжи, в основном, я вяжу из подарочной пряжи, вот, и знаете, вот я, допустим, кое-какие, какие шапочки примерила, и думаю, да ты посмотри, в них, как бы, еще и можно и ходить, в этих шапках, значит, это, когда пошли шапки Бини, я вязала шапку Бини, это слоневская пряжа, Елена Поручик мне ее присылала, тоже подарочек, да, это молочный цвет, это вот такой вот петроль, да, или бутылочный, я в общем не могу сказать цвет, но вот такой вот, и она мне, ну, как бы она, я ее вязала не себе, а дочери, у меня 58 размер, мне кажется, если бы я ее связала побольше, то мне более-менее в этой шапке неплохо, да, ну, не знаю, я померила, что-то глянула, думаю, ну, вроде как и ничего мне, но она малая, она мне прям, ну, натяжку, очень сильную натяжку, естественно, можно вывернуть тут как с одной стороны, так и с другой можно одевать, вот, таким образом, такая вот шапочка, ну, она вот прям мала, ее прям видно, что она малая мне, вот, шапуля такая, она даже слазит у меня с головы, от того, что малая, так, следующая шапка, у меня тут кладезь шапок, я, я вчера мерила, ухахатывалась перед этим, перед зеркалом, значит, у меня есть вот такая шапка, папаха, да, и она связана из травки, я сейчас уже не помню, что это за травка, но вот, шапка связана из травки, очень много у меня запросов по поводу, есть ли мастер-класс, нет, на эту шапку нет мастер-класса, я ее вязала очень давно, еще до ведения канала, поэтому нет, она вот такая, как, знаете, типа, песцовая, да, в общем, я не знаю, как она сейчас будет на мне выглядеть, но, в общем, если вот так ее одеть, она выглядит вот так, но я человек творческий, и, конечно же, как сказать, у меня мысли работают немножко по-другому, да, что я придумала, а если сделать вот так, и здесь получается типа квадратная макушка, и выглядит уже вот совсем по-другому, да, это я просто вот убрала то, что круглое сзади, сделала складку сзади, посмотрите, как это выглядит, совсем немного по-другому, да, ой, что я только не мудрю, такая я вот чудная, и ничего не сделаешь со мной, потому что человек я творческий, так, это еще не все, что я еще тут мудрила, значит, на моем канале есть мастер-класс, который пользуется большим спросом, это вот такая китайская шапка, одно время прямо очень она была в тренде, и что, она мне великоватая немножко, да, если я вот так вот ее одеваю, она мне великоватая, я вчера придумала новую шапку, друзья мои, вот, новая шапка, то есть, вот этот подклад, не подклад, а резинку, прям по узору, вот он узор, да, пришить, прям по узору, вот, вот вам новая шапочка, как вам? Здесь вот коса, красота, на глазах меняю образ, вот, и такая же шапка, я первоначально вязала из этой пряжи, но потом, как бы, там первый вариант мастер-класса у меня был с ошибкой, и из-за того, что мне много запросов на нее было, я решила, вот, связать второй вариант, и тот удалила мастер-класс, а поставила уже такой, который хороший. О, думала, что они перестали трелить, тот же вариант, да, здесь можно сделать даже козырек, вот так вот взять и сделать козырек, но козырки мне тоже не идут, в общем, я вчера стояла перед зеркалом, придумывала новый образ, ой, что-то у меня даже голова заболела, затылок очень сильно, вот, это еще один вариант, вот такой есть вариант шапки, он тоже пользуется большим спросом, очень большим спросом. Могу с полной уверенностью сказать, что это мой авторский вариант шапки, нигде я не увидела, увидела только вот этот вот узор, который использовался в носках, в какой-то иностранной вязальщице, я увидела связанные носки, вот так вот они обрамлены были, вот в том месте, где резинка, вот такая была коса. Естественно, это вот сейчас Яндекс, там нейронные сети Яндекса могут переводить кое-что, то, что говорят иностранные вязальщицы, раньше такого не было, я сидела, разбиралась по видео, как она эту косу вязала и соответственно родилась у меня вот такая вот шапочка, которая тоже пользуется большим спросом. она по типу кубанки, единственное, что я может быть неправильно сделала, это надо было еще одну косу вот так же расположить, не две, а надо было наверное все три вот так вот сделать, а потом вот здесь вот где макушка немножко по-другому сделать, но я вот сделала вот таким вот образом, почему, потому что высоты шапки не хватало и поэтому я вот так вот провязала, она вяжется очень просто, вяжется вначале полотно, сшивается и потом макушечка вывязывается очень легко и просто вяжется эта шапка, идет она мне, мне кажется этот вариант такой более-менее симпатичный, который идет больше всех, ну, на мой взгляд, а там, конечно, я не знаю, как вы думаете? Ой, сама над собой сижу и смеюсь. Ну, и еще одна вот такая шапочка, в которой я очень долго ходила, когда приехала с Москвы сюда, у меня и пряжи как таковой практически не было, и купить мне не за что было, ну, вот я как бы эту пряжу мне тоже кто-то подарил, я не помню кто, и и у меня есть еще снуд к этой шапке, и я долго ходила, а сейчас я ее одела и думаю, Ира, как ты ходила и позорила с ней, не знаю, мне кажется, она такая стрёмная, даже не знаю почему, ой, ну, вот я в ней очень долго ходила, по крайней мере, мне кажется, зимой я отходила, я уже говорила, что у меня есть натуральная дубленка, хотела сказать, как, в общем, у нее сверху, в общем, внутри мех такой, ну, короченный, да, ну, дубленки натуральные, вы, я думаю, знаете, да, а снаружи она такая какими-то тиснениями, очень красивая, я в ней тоже очень долго ходила, и тогда она еще была, эта дубленка на меня более-менее нормальная, она черного цвета, с небольшой опушечкой, и вот я ходила под эту дубленку, конечно, наверное, под дубленку она выглядела совсем по-другому, ну, по крайней мере, мне нравилась, но сейчас, конечно, мама не горюй, вот, так что, друзья мои, развлекаю себя, а что, что мне остается еще делать, вот эти шапочки, они тем, кому я предлагала, не подходят, потому что, во-первых, размер большой, в основном у меня, у всех моих знакомых размеры вообще малепульские, у кого 52, у кого 54, но максимум 56, не так, как у меня, 58, ну, и получается, что, вот, наследство мое, ну, я еще раз повторяю, может быть, такая моя небольшая шуточная демонстрация вдохновит вас на вязание такой шапочки, и еще раз повторяюсь, проходите, смотрите, у меня очень много мастер-классов по вязанию шапок, и так, дорогие друзья, я отвязала второй рукав, сейчас только что померила, и теперь у меня цель отвязать горловину, то, что я сейчас увидела, мне нравится, нравится, ай, ну, не дает, в общем, один рукав, и второй рукав, так, я, наверное, свой влог буду закруглять, потому что он у меня, кажется, сегодня получился длинненький, сейчас покажу вам, какая у нас погода на улице, и буду закруглять, и буду закруглять, о, дождь, видите, дождь, видимо, со снегом, там снег уже весь влажный, вот так, метаморфозы, с утра одно, днем другое, и сильный, сильный ветер, метет, кстати, с другой стороны ветер, прошлый раз был, дул в эту сторону, а этот раз в эту сторону дует, в общем, дорогие друзья, на этом я закруглюсь, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, как всегда, желаю все пожелания, которые я желаю, до новых встреч, до новых видео, с вами была Ирина.